Всем привет! Вы на канале Просто Техника. Я хотел сегодня снять для вас обзор по бренду Artel. У него вышла новая модель в 43-й диагонали, которая идет в 4K и с Android TV. Но когда я его протестировал, я обязательно в этом ролике расскажу про этот телевизор. Когда я его протестировал, я хочу поднять тему бюджетных телевизоров 4K. Потому что в этом Artel есть нюанс, о котором я хочу поговорить. А именно удешевление 4K телевизоров. Большинство телевизоров 4K действительно сейчас удешевляют. Что такое 4K? Давайте по-простому скажу. Вот, допустим, стоит телевизор Artel, который идет Full HD. Стоит телевизор Artel, который идет в 4K. То есть количество пикселей. Здесь идет 2 миллиона пикселей, здесь идет 8 миллионов пикселей. То есть что такое разрешение. И, ребят, смотрите, момент. Помимо разрешения, большинство людей, кстати, когда приходят в магазин, первым делом смотрят, вот главное, чтобы 4K. Но помимо разрешения, вы должны понимать, что каждый пиксель светится тремя цветами. Красный, зеленый, синий. И теперь представьте, что вам надо сделать 2 миллиона пикселей с хорошей цветопередачей. Либо сделать 8 миллионов пикселей с хорошей цветопередачей. И именно вот это удешевляется в бюджетных телевизорах. Именно проблема с яркостью и с контрастностью. И когда люди говорят, что я подкалибрую, ребят, есть момент такой, что вы будете ограничены возможностью светофильтра и возможностью подсветки телевизора. Ну и плюс процессор сам дорисовывают. То есть он сам может иногда менять цвета. То есть на автомате. И в этом ролике я хочу показать, как удешевили этот Artel. На примере такого же Artel, но не 4K, а Full HD. Я специально для этого взял приставку Xiaomi и подключил к этому телевизору. То есть получается он без смарта. Модель называется вот так. 43AF90. И взял приставку Xiaomi Mi Box S. И допустим вот этот телевизор без смарта и приставка. И такой же Artel уже со встроенным 4K и со встроенным смартом. То есть здесь идет 4K и встроенный Smart TV на таком же Android. И еще для примера у меня был в наличии TCL, который идет не с APS матрицами. Эти телевизоры оба идут IPS матрицей. А идет с VA матрицей. И я хочу сравнить именно цвета и разрешение. То есть когда вот часто говорят, что да смысл брать сейчас 4K, все равно контента нет. Нет, ребят, разница будет. В этом ролике я хочу тоже это поднять. Итак, я в конце ролика покажу вам этот телевизор. А сейчас просто покажу, как удешевляют 4K и Full HD. Вы на канале Просто Техника. Поехали. Итак, давайте начнем с первого, с разрешения. Вот этот идет Full HD, вот эти идут 4K. И те люди, которые считают, что нет смысла брать 4K, что сейчас и контента такого нет. Теперь смотрите интересный момент. Я включил YouTube. Я включил приставку, которая поддерживает 4K. То есть это приставка поддерживает 4K. Телевизор Full HD. И на значке YouTube видно, что здесь YouTube меньше размером, он плотнее. Здесь он чуть-чуть больше. Я сейчас вблизи вам сфотографирую и покажу. И здесь точно так же это 4K тоже меньше. А теперь давайте я сейчас сфотографирую и покажу вам вблизи. Итак, то есть как видите на фотографиях, то Y, то есть вот первая буква, да, YouTube, у Full HD идет больше лесенкой. У 4K телевизоров вот эта лесенка практически не видна, потому что плотность пикселей другая. И это будет видно, в принципе, на любом изображении. То есть что бы я ни включал, на 4K будет, допустим, вот такого размера, на Full HD будет чуть больше. Потому что разная плотность здесь 2 миллиона пикселей, в этих идет 4 миллиона пикселей. Но из-за того, что вам надо сделать не 2 миллиона, а 8 миллионов, удешевляет именно цветопередачу каждого пикселя. И поэтому яркость у Full HD телевизора будет больше. Сейчас вам это покажу. Смотрите, я сейчас пока только просто включил заставку YouTube. То есть я вам показывал по буквам, что на буквах видно размытость у Full HD. Даже просто вот на заставках будет разница видна между Full HD и 4K сигналом. Разная плотность. Но из-за того, что Full HD меньше пикселей, они по качеству цветопередачи чуть-чуть лучше. Так вот, вот этот Artel, который я хотел взять на обзор и рассказать о нем, я чуть позже расскажу. У него матрица удешевлена, добавлен белый субпиксель. Поэтому посмотрите, насколько он бледный по сравнению с тем же Artel, но Full HD. То есть видно, что цвета сочнее на Full HD. Но я потом включу еще проверку на битые пиксели, сравним белый, черный. Я покажу, что будет видно везде. И как вот эта фишка, хоть калибруйте, хоть не калибруйте, она будет видна. И, как я сказал, и у TCL. Посмотрите, тоже вопрос к цветам. Вот этот Full HD, вот этот 4K. Но плюс, правда, у этих двух матриц IPS угол обзора хороший. У TCL надо смотреть идеально прямо. То есть у TCL вот прямо-прямо надо смотреть. Чуть влево-вправо отходишь, и сразу будет видна разница. И сверху, для примера, так, в середине ролика решил вставить. Пример вот посредине Xiaomi. Вот этот Samsung, вот этот Sony. Как вы обратите внимание, цветопередача у Sony самая правильная. У нее даже видно, вот смотрите. Вот, как будто след от машины, вот желтый. Вот, да, вот здесь. Здесь видно. У Xiaomi не видно практически вообще. Здесь нет вот этой желтизны, вот, да, от колес, как у Sony. То есть у Sony все-таки вот этот цвет, вот он, правда, лампа тут светит. Ну, вот здесь желтенькое чуть видно. Ну, попробую. Вот, видите? Цвет от колес видно, что желтые, да, следы. Здесь такого нет. И здесь такого нет. Ну, еле-еле видно. Смотрите, я сейчас включил тест на битые пиксели на всех трех телевизорах. Даже, опять же, для примера TCL взял. Теперь смотрите. 4K, Full HD и 4K TCL. Матрица у этих двух IPS, вот это войдет. Теперь посмотрите разницу. То есть видно, да, бандинг. Видите, вот эти вот пятна небольшие. Здесь более-менее белый. И то же самое мы видим у TCL. То есть бюджетник будет всегда бюджетником. И когда мы говорим там 4K, не 4K, я просто хочу, чтобы вы знали, что всегда будут нюансы. То есть как бы хоть калибруйте, хоть не калибруйте. Вот сейчас я просто включил белый цвет на стандарте. Вот я достал все телевизоры из коробки вот так, как оно есть. Это будет видна разница на всех остальных цветах. Ну, то же самое будет и у других цветов. Вот видите, красный. То есть здесь он чуть светлее. Здесь, конечно, он контрастный. Кстати, самое интересное, что контраст здесь хороший. Вот я вам сейчас даже включил вот эту же картинку, как сверху. Мне в последнее время что-то стало нравиться на ней проверять. Потому что действительно сцена сложная. И каждый телевизор показывает по-разному. И как видите, что Sony и Samsung показывают, как должно быть. Xiaomi, ну, как бы вот. Опять же, это европейская. Мне ребята с RST-шной скидывали по-другому. Не знаю. Ну, вот у меня в наличии RST-шная показывают прям, ну, очень плохо. Сейчас такую же картинку включу на этих телевизорах. Посмотрите сами. Теперь смотрите. Тот же самый ролик. Да? Только на нижних телевизорах. Самый яркий. Самый яркий. Ну, камера вот эту яркость прям сильнее словила, чем видит мой глаз. Самый яркий все-таки Full HD-шный телевизор. То есть ярче. Этот темнее. Из-за того, что он темнее, он самый контрастный. Но цвета он более-менее, кстати, придал очень близко к Sony. Очень близко. Но Sony, видите, ярче. Потому что здесь матрица дешевная, здесь нет. Я же говорю, вот эту яркость он как-то перебарщивает. Камера, глаза не так. Это видят как камера. Вот. Но в принципе, в принципе, трава, приятный цвет. Здесь он неплох, но более правильный цвет все-таки в этом. Единственное, опять же, повторюсь, 4K яркости мало. То есть темные сцены могут быть проблемой. Потому что здесь идет матрица RGBW. А теперь смотрите тот же TCL. Я не знаю, почему этот фильм TCL вот так это делает. Но, опять же, камера перебарщивает совсем ближе. Стану. Смотрите, вот я стал ближе. То есть видно, что сблизи камера не так. Но все равно цвета. Ну вот прям очень плохо передались в этом кадре. Смотрите, Full HD. И смотрите. Вот сейчас, кстати, лучше. Видно, что он темнее. То есть он темнее. И это максимальная яркость. Потому что, повторюсь, матрица удешена. Вы видели, я показывал на цветах. То есть белый-серый. Здесь он белый. То есть этот телевизор ярче. Но все равно вопрос к цветам. То есть здесь трава вот такого цвета. Здесь она поприятнее будет. Ну и опять же видно вот очень хорошо вот эту дорожку. Но он темный. То есть проблема этой модели будет именно в темных сценах. Так что темную сцену он может слишком затемнять. И не будет видно темных участков. Итак, ребят. Вот такая ситуация будет с цветами. То есть вот этот 4К, Full HD. То есть у вас могут быть нюансы именно цветопередачи. Как я и показал. Вот одинаковые, да, телевизоры. Full HD-шный, 4К-шный. От одного бренда Artel. И как видите, результат разный. То есть Full HD-шный ярче, контрастней. 4К яркости меньше. Поэтому в этом случае контраст лучше. Но опять же в темных сценах, повторюсь, могут быть нюансы. Тот же TCL включил HDR10. И выдал очень, допустим, плохой результат, как по мне, на этой сцене. Еще хуже, чем Xiaomi в этом же размере 43-м. И, кстати, у меня иногда люди приходят и говорят, а как, допустим, вот этот. А есть у вас там Artel в 49-й или в 55-й? Ребят, запомните, в каждом размере может быть стоять разная матрица. Поэтому, если вам понравился, допустим, вот эта модель в 43-м, это не значит, что в 55-м будет то же самое. Итак, вот такой нюанс. Теперь давайте я вам вкратце расскажу о этой новинке. Это 43-я диагональ от бренда Artel. Модель называется 43H3502. Итак, небольшой короткий обзор. Поехали. Так, в комплекте с этим телевизором идет вот такой пульт. Пульт понравился, он такой увесистый, тяжелый. По ощущениям, как какой-то сплав, похожий на металл. Пульт идет Bluetooth, то есть вы его коннектите. И можно управлять, не направляя на инфокрасный порт. То есть сначала, когда включили, он будет по инфокрасному порту. Сделали соображение, он будет Bluetooth. Почему Bluetooth? Потому что здесь стоит Android TV и есть голос. То есть это значит, что здесь идет сертифицированное Android TV и голосовое управление. То есть вы можете искать по всем приложениям. Это, кстати, очень классно. Операционная система сертифицированная. Она будет обновляться. В отличие от, допустим, у Artel, когда была вот такая модель. Назвалась она 43AF90 со смартом на седьмом Android. Там не было голоса, там смарт не обновлялся. Здесь сертифицированный Android. Он будет обновляться, что немаловажно. Итак, все разъемы будут находиться с правой стороны. Поэтому подобраться будет удобно. Сверху идут два разъема на USB. USB 2.0, не 3.0. Идет LAN-порт под интернет. Тюнера, спутника, WT2, DWBC тюнер. Оптика и три HDMI разъема. По поводу смарт. Смарт идет, повторюсь, Android TV. При установке есть файл браузера, файл экспортер. Вот такая программа. Это для установки отдельно. То есть он называется проводник. Для установки отдельно приложений с флешки. Если ее нет, вы можете просто зайти в Play Market и ввести слово проводник и ее установить. Когда она появится, видите, сверху есть девайс. То есть сами папки APK. То есть это установочные. И вы можете устанавливать отдельно сторонние приложения, какие хотите. А их очень-очень много. И очень много приложений, которые очень хорошо работают с Android TV. Тот же HD Video Box, Wink, Fork Player, Lazy Media. Ну, то есть очень много сторонних приложений, которые дают очень много возможностей для телевизора. То есть не только YouTube. В заводском виде, конечно, идет только YouTube. Но отдельно вы все можете это поставить и расширить свои возможности. То есть возможность своего телевизора. В принципе, все это ставится легко. Намного проще, чем это сделать на том же Samsung, на том же LG. Но на LG и Samsung все-таки стабильность работы. Android может иногда удивлять. Хотя, кстати, пока я его тестирую, вы знаете, он мне понравился больше, чем тот же TCL. Допустим, Xiaomi и RTL мне понравились чуть постабильнее. По крайней мере, новая ревизия работает лучше. У TCL как-то вот, может, у меня модель такая, я не знаю, но вот тот, который у меня стоит на витрине, часто вот задумывается долго. То есть, когда нажимаешь, он, знаете, призадумался. Вот такое бывает. Пока у RTL такого не замечал. Но модель новая, 20-го года, поэтому все еще впереди. Так как, как бы, там 100% оценки, что вот идеально, не могу дать. Но пока все хорошо, пока все устраивает. Что в целом могу сказать по картинке? Картинка в целом нормальная, неплохая. Но, опять же, вопрос к яркости. Ее здесь не хватает. То есть, если это спальня, если это не солнечная комната, то, в принципе, будет неплохо. Если это солнечная комната или солнечная сторона, или смотри днем. Иногда, допустим, мне, лично мне, это мое мнение, не хватает яркости. Да и, в принципе, ребят, сразу скажу, что если есть возможность, всегда бренд будет брендом. То есть, если есть возможность добавить на Samsung, то он будет, Samsung будет лучше, чем эта модель RTL. Но, если мы сравним с LG, самым дешевым, который, допустим, у K6200, у M7090, у него идет ровно такая же матрица. В этом RTL идет матрица, как в LG. Может, она LG-шная, потому что бренд RTL часто закупает матрицы у Samsung и LG. Здесь идет добавление субпикселя. И именно этим балуется LG. Поэтому, если сравниваем с LG, то только от 7300, то есть, если мы говорим за этот размер. То есть, если 7300 и выше, да, лучше взять LG. Если до 7300, тут уже спорно, потому что все-таки здесь Android TV. Если мы сравним с Samsung, Samsung не балуется с добавлением белого субпикселя, и там чуть-чуть будет эффект лучше. Но у Samsung надо смотреть прямо, как и у TCL, потому что матрица идет чаще в АА, чем IPS. И поэтому при прямом посмотре лучше, под углом хуже. Здесь вы можете смотреть, что под углом, что прямо. Цвета блекнуть не будут за счет того, что здесь стоит IPS-матрица. То есть, что прямо, что под углом. Результат цвета не меняется. Ну что, ребят, вот такой телевизор. Спасибо, что посмотрели. Я в этом ролике хотел и рассказать про эту модель, и показать разницу бюджетных 4K в сравнении с Full HD. Что вы должны обращать внимание на цвета. То, что там могут быть вот эти нюансы, как я и показал в этом ролике. Спасибо, что посмотрели. Не забудьте оставить свой комментарий. Подписывайтесь. Пока-пока. Ты заходи, если что.